С небольшим запозданием подошел на конференцию. Прошу прощения за задержку, но готов я начинать. Готовы ли вы? Поставьте несколько плюсиков, если да. Если меня слышно, в первую очередь. Да, все окей. Спасибо. На этом чат закрою, открою его чуть позже. Если вдруг что-то будет не так, то модеракторы, пожалуйста, напишите мне. Все остальные смогут писать, когда чат будет открыт. Итак, друзья, сегодняшняя конференция достаточно важная. Наконец-то мы подошли к одному из важных рубежей в открытии новых способов информационной деятельности. Она в нашем проекте в системе GoCline является одной из важнейших в качестве способа достижения успеха. Ну, давайте плавненько подойдем к этой новости. Для начала я загружу вам вот такие приятные картинышки. И что, в общем-то, хочется сказать. Хочется сказать, что все чаще и чаще на наших онлайн-мониторах можно наблюдать вот такие вот замечательные интернациональные сюжеты, пейзажи, матерморты, я могу так угодно их называть. Но суть вам понятна. Это вот эти разнообразные флаги самых различных государств, многие из которых, наверное, даже вам не снились никогда, появляются с завидной частотой на онлайн-мониторе регистрации, в первую очередь в системе GoCline International. Ну и уже дальше на следующих двух мониторах частенько мелькают такие же флаги. Это оказанная финансовая помощь, то есть денежные переводы, которые люди отправляют в качестве финансовой помощи. И в тот же самый момент денежные переводы, которые люди получают. Ну и благотворительный фонд, дети точно так же их получают. К чему я это говорю? Ну, к тому, что, в общем-то, почаще хочется, чтобы эти флажки, эти люди, эти имена принадлежали именно к вашим структурам, являлись именно вашими лично приглашенными, причем неважно, как именно вы их получили, приглашая лично, или, может быть, через услугу бизнес-автомата, или через совместную рекламу, которую очень скоро мы будем запускать намного активнее. И вот как раз вчера мы тестировали достаточно большой объем рекламы. Я думаю, что часть эффекта на мониторе, это именно эффект тестов рекламы в зарубежных рекламных сетях. Ну, очень здорово, что она работает, очень здорово, что при вложении каких-то существенных финансовых средств можно достигать высоких результатов. Сейчас мы планируем, соответственно, завершить обновление способов оплат с помощью внедрения упрощенной оплаты через PayPal, то есть система, которая используется практически во всем мире, доступна для оплаты с банковских карт практически тоже всех стран мира. И вот как только у нас этот барьерчик будет преодолен, я думаю, что это будет очень-очень скоро, мы запустим совместную рекламу, инвестирование в совместные рекламные компании, так, чтобы вы могли получать вот таких вот зарубежных партнеров не только в качестве регистрации, но и преимущественно в качестве участников, которые, во-первых, активируют свои личные кабинеты и, во-вторых, конечно же, оказывают финансовую помощь, потому что многие из зарубежных коллег все-таки сталкиваются на сегодняшний день с проблемами оплаты, и иногда именно это является существенным тормозом на пути принятия решения к активному участию в системе группы. Вот, но скоро это будет позади. Еще один момент, вот встречал, кстати, буквально недавно в Facebook, в нашей официальной группе, после того, как вот эти скриншотики опубликовали, кто-то выразил свое мнение о том, что это на самом деле все ерунда, это подставные регистрации какие-то, и этих людей не существует. Так вот, на самом деле, и вы должны это знать, если вдруг ваши друзья вам, может быть, говорят то же самое, то обратите внимание на то, что при регистрации страна и город уже достаточно долгое время не указываются вручную. То есть их нельзя указать на момент регистрации, регистрации, они определяются автоматически системой. То есть это означает, что если бы человек захотел находясь где-то в России, зарегистрировать вот такой вот микс интернациональный, то ему потребовалось бы для этого очень и очень изощренное средство каких-то IP-адресов с разных стран мира. Ну, непонятно, зачем бы это он делал. Поэтому это, конечно же, регистрации реальные, и все, что происходит на онлайн-мониторе, это реальные события, и вы можете сами быть в этом уверены, и, конечно, своих потенциальных партнеров всегда можете в этом убедить. Ну, и вспомнилась сразу еще одна интересная деталь. Помните, буквально год назад мы объявили такой интересный мини-конкурс, который заключался в следующем, то, что тот, кто успеет или сумеет запечатлеть на онлайн-мониторе поступлений в благотворительный фонд, вот, ну, примерно такую же картину, как мы с вами видели только что вот здесь, то есть, когда на левом, например, рисуночке, все 10 стран, все 10 регистраций, они не повторяются, да, то есть, каждая регистрация принадлежит к отдельной стране. Так вот, если вдруг кто-то сумеет запечатлеть тот момент, когда на онлайн-мониторе благотворительного фонда «Всемир» будет 10 разных флагов, то есть, все 10 переводов будут от людей из разных стран, то такой человек у нас получит приятное вознаграждение в размере 100 долларов. Такой вот интересный мотивационный момент. И, на самом деле, за год пока что никто не сумел этого сделать, ну, и, по-моему, даже такого случая не было. Ну, конечно, осложняет это тем, что много переводов упущенной прибыли, то есть, они дублируются, как вы знаете, да, там идет 20 долларов, пусть потом 5, плюс 10, и вот за счет этого, конечно, усложнения. Вот, но, тем не менее, смотрите, следите, и это может быть увлекательно и чаще сайт благотворительного фонда посещать будете, от этого только лучше всем будет, ну, и, может быть, получите свой небольшой приз. Вот, но к чему я хотел еще эту картиночку вам показать? На самом деле, вот сегодня достаточно неплохая активность по активациям, оказанию финансовой помощи, регистрации и так далее. Вот, чего не скажешь об активности предыдущей недели. И вот смотрите, какое интересное наблюдение мы сделали. То, что при растущем числе регистраций и, в общем-то, всех положительных тенденций, на прошлой неделе у нас с вами получилась достаточно такая серьезная просадка по количеству оказаний финансовой помощи, причем она выглядит достаточно необычной. То есть, видимых причин технических никаких нету. Вот, а что же у нас с вами есть? А есть у нас одна интересная деталь. А и вот эта вот самая функция, которую мы недавно ввели с вами. Это удаленная активация аккаунтов с помощью 5-долларовых пин-кодов. И что получилось? То, что огромное количество людей, у которых пин-коды истекают сегодня, сегодня 31 марта у нас, последний день активности бонусных пин для тех людей, у которых не продлина их активность, то есть не подключена система генс-автомат по новым правилам. И вот у нас было более 15 тысяч, по-моему, пин-кодов на руках. И, конечно, эти люди за последнюю неделю бросились просто-напросто их использовать направо и налево. И вот с помощью этой функции они смогли это делать еще более эффективно, поскольку теперь им не нужно было даже связываться с людьми, не нужно было передавать им пин-коды для самостоятельной активации. А что они делали? Они просто брали, видят, что под ними зарегистрировался новый клиент, ну, хоть даже по бен-кодовому, может быть, под кем-то, может быть, просто по приглашению, по вашему, где-то по удаленной рекламе, да? То есть те клиенты, которых вы лично, лично с которыми не общаетесь. И многие делают очень плохую ошибку. То есть просто-напросто берут, а, появился клиент, видит в структуре где-то свой, не свой, хочет он, не хочет, чтобы его активировали, берут, вводят, активируют. Бац, готово, да? Переход использован, совесть чиста, терять больше нечего. Вот, друзья, ну, вот смотрите, к чему вы пришли, да? То, что я вам и говорил на прошлой конференции, потому что до добра такие вещи не доводят. С одной стороны, вы, конечно же, думаете, что делаете хорошее и доброе дело, но, с другой стороны, вы обесцениваете абсолютно вот эту вот ценность участия в системе Гоуклайн и ценность нахождения в составе участников. И человек, которому вы вот по доброте своей душевной взяли и подарили активацию без его спроса, в первую очередь, да? То есть я знаю, что вы даже не спрашиваете, хочет человек или не хочет, чтобы его аккаунт активировали. Он только зарегистрировался, вы ему бум, сразу активировали аккаунт, ему приходит сообщение, что ваш аккаунт активирован. Что дальше? Человек заходит в свой аккаунт, ему тут же предлагается оказывать финансовую помощь. Друзья, просто люди еще морально, может быть, даже к этому не готовы, и вы должны понимать, как они это будут воспринимать. То есть они воспринимают это, как видно на практике, то есть уменьшилось число оказаний помощи примерно в два раза, это серьезно. И это говорит о том, что действительно люди воспринимают это как попытку их обмануть. То есть они же чувствуют подвох, да? Вы им какой-то непонятный тампинг-ход всунули, активировали, и теперь будьте добры, заплатите. А что будет дальше? Вы не дали людям разобраться даже в системе, не дали понять, хотят они на самом деле или нет. То есть большинство регистраций действительно принимают решение о регистрации быстро, достаточно, не всегда обдуманно. И только потом, когда вы с ними проведете беседу, объясните, ответите на вопросы, они уже становятся готовыми оказывать финансовую помощь. Поэтому, ну слава Богу, что это из первого числа наконец наступило, завтра будет уже первое, и эти пин-коды, они уничтожатся. Но я хочу, чтобы вы знали и на будущее, для тех людей, у которых эти пин-коды будут, но они на самом деле будут у многих, и сейчас есть, не используйте их вот так вот бездумно, и не раскидывайте спины. То есть умейте их использовать как действительно большую ценность, преподносите их как награду за какие-то действия для своих партнеров. Не раздавайте просто так, не навязывайте, не пытайтесь там их уговорить, что, ой, ну давай зарегистрируйся, я активирую тебя, да, или, ну разреши мне тебя активировать. Но это просто не хотела, а вот уже не лезет. Поэтому, помните, что получая свои бонусные пин-коды, вы получаете очень хороший инструмент для создания преимущества определенного в своих рекламных кампаниях, но использовать его, конечно, нужно с умом, а не вот так вот клубом об стену стучаться, потому что ничего хорошего из этого не выйдет, и вы разочаруетесь, и люди будут разочарованы, и никому ничего хорошего не будет. Вот. Ну, а картиночка с услугой бизнес-автомат, кстати, показывает о том, что сегодня у нас последний день, завтра стартует апрельский период работы системы бизнес-автомат, 11 мест до сегодняшней конференции было доступно, сейчас не знаем, может быть, уже меньше, это значит, что только 11 человек могут еще успеть присоединиться до 4 утра, по-моему, именно по ЮТЦ времени у нас работает сервер, и в 4 утра будет переключение, то есть начнется апрельский период, и все местечки они будут уже отключены, и начнется период продажи на май, поэтому успевайте, успевайте продлить свои тенкоды сегодня, успевайте подключить дисптомат на апрель тоже сегодня, это важная информация. Ну, вот еще один момент я сфотографировал, это как раз график со вчерашних наших тестов, видите, да, то, что график у нас такой, положительную тенденцию за последний месяц, хоть и не очень резкую, но тем не менее приятную. И вот за вчерашний воскресный день, когда мы тестировали вот эти самые иностранные источники рекламы, мы получили достаточно хороший фидбэк в виде подъема графика бизнес-автомат, буквально до 200 почти регистраций за сутки, вот, с помощью, как я уже сказал, совместных рекламных компаний, мы будем, сейчас определяем, несколько у нас источников показали плохую конверсию, несколько источников еще пока наблюдаются продолжение тестов, а несколько источников показали очень положительную тенденцию, и то есть способы рекламы у нас сейчас накапливаются. Как только мы выделим несколько основных, мы определим объем инвестирования совместную рекламную компанию, и вы сможете принять в ней участие, сможете получать этих клиентов, совместно проинвестировав достаточно большие суммы туда, мы сможем объять хороший трафик и получить очень хороший фидбэк. Вот, но это на самом деле было все предисловие, потому что сегодняшняя конференция основной своей темой у нас несет начало работы с автоматизированным программным комплексом HUMON-эмулятор, и вот сейчас я вам о нем подробнее расскажу, а начну опять же с некоторой предистории, для того, чтобы вы поняли всю суть происходящего. Вот такую картиночку знакомую вам загрузил, знакомую в первую очередь, потому что это социальная сеть Одноклассники, во-вторых, потому что знакомый человек вам тут изображен, наш партнер Алексей Иванов, но не думайте, я на самом деле просто первую попавшуюся страничку другого Одноклассника взял, и вот на самом деле неплохая страничка, неплохо, вроде так, ничего особенного, да, но написан интересный статус, то, что незнакомые люди хотят дарить вам деньги, узнаете в коротком видео, почему они это будут делать, да, и дана ссылочка на видео, вот, смотрите, друзья, вам эта ситуация довольно, известна, то, что у всех у вас практически есть аккаунты в социальных сетях, у большинства из вас есть аккаунты в социальной сети Одноклассники, и вы знаете, и вы пытаетесь, и постоянно это делаете, оформляя свои профили, ставя статусы, работая по методике приглашая, не приглашая, вот, то есть, в первую очередь, что вы делаете, вы размещаете определенную информацию на своих профилях, при ознакомлении с которой, по вашему мнению, ну, и, в общем-то, по всем остальным мнениям тоже, люди, если вы сумели интересно преподнести информацию, может быть, в качестве картинки, может быть, в качестве видео, может быть, какой-то интригующей фразы из ссылочки, если людям она нравится, то они переходят по вашей ссылке и знакомятся с информацией, ну, в данном случае, о системе Google Line International, то, что и является вашей целью. Поскольку в социальных сетях число пользователей уже на сегодняшний день переваливает за десятки и сотни миллионов, то, конечно, это тот самый Клондайк, где стоит строить свой бизнес и где стоит размещать информацию для того, чтобы их сделать. Второй шаг, который нам нужно сделать, это каким-то образом пригласить, посмотреть эту информацию на свой профиль других людей, предпочтительно незнакомых с вами, и как можно больше, тем лучше и быстрее. А теперь давайте посмотрим на этих самых людей. Есть у нас поиск, в любой социальной сети есть поиск, но в данном случае в одноклассниках. вот, к примеру, посмотрим на представителей женского пола в каком-нибудь городе, в данном случае в Москве, в каком-то возрастного интервала, в данном случае 18-25 лет, находящихся сейчас на сайте. Их достаточно большое количество, при том, что таких городов может быть также неограниченное количество, стран может быть неограниченное количество, социальные сети одноклассники интернационально, точно так же все остальные социальные сети на сегодняшний день более-менее крупные. И, в общем-то, смотреть и изучать вот эти вот профили можно просто бесконечно. вы можете заходить в профиль к какому-то человеку, ну, можно по очереди, можно сразу ко всем. Так, одну секундочку, слайд загружается. Кстати, давайте проверим, сейчас качество связи, слышно меня или нет, там слайд загружается, обычно это бывает когда комнату тормазывают. Плюсики поставьте, если меня сейчас слышно. Так, все окей, но тогда ждем одну минуту. Да, все пошло. Итак, вот как раз вариант тот, к которому вы можете эффективно привлекать внимание к своему профилю. Просто-напросто, будучи авторизованным в этом профиле своем, вы ходите по людям противоположного пола, предпочтительно, да, ну, потому что сами понимаете почему. И к определенным фотографиям просто-напросто ставите класс, пишите какие-то комментарии, например, что вам нравится, там делайте комплименты, ставите оценки хорошие, 5, 5 плюсом еще лучше будет. И в общем-то можете даже добавлять друзья, но обильное добавление друзья, оно всегда карается в социальных сетях, могут вас заблокировать за это дело, поэтому лучше это не делать. Вот, ставите оценки, пишите какие-то ненавязчивые, интересные комментарии, нейтральные, и таким образом одноклассники сами начинают знакомить этих людей с вашим профилем. Как именно? Очень просто. Сами, наверное, знаете, что когда что-то кто-то вам комментирует, вам зачастую приходит email-сообщение о том, что тот-то-то отправил комментарий к вашему фото, или тот-то-то сделал то-то. Ну, или в конце концов, даже если у вас отключены комментарии, то когда вы входите в свой профиль, то всегда наверху видите, что у вас было столько-то гостей, у вас столько-то новых оценок фото, у вас столько-то комментариев, а если вы находитесь в онлайне, как те люди, которых мы здесь сейчас искали, то вы получаете практически мгновенно, эти уведомления. И, конечно, такие люди с удовольствием зайдут посмотреть на того, кто же оставил им такой-то интересный комплимент, кто же поставил им оценочку 5 с плюсом, ну, кто в конце концов к ним просто даже заходил в гости. Стоит, кстати, учесть, что достаточно большое число пользователей социальных сетей не имеют столько друзей, сколько имеете вы по профилю своей деятельности. То есть они пользуются соцсетями просто в рамках своей привычной жизни не имеют там 5, 10, 15 друзей и не получают так часто оценки к своим фотографиям, какие-то комментарии. И когда они видят, что кто-то обратил на них внимание, то для них это действительно большое событие, и они идут с удовольствием изучать ваш профиль. А если в вашем профиле имеется какая-то ненавязчивая интересная информация, то велика вероятность, что они изучат ее. Так вот, остается один лишь только вопрос. Как нам с вами огромное количество миллионов пользователей, все-таки мы понимаем, что конверсия это будет не такая высокая, поскольку это скрытая реклама, то есть это непрямая реклама, спамить мы с вами не имеем здесь права ни морального, никакого другого. Распространять ссылки тоже болезненно, потому что вас сразу заблокируют, поэтому приходится вот такой скрытой рекламы. заниматься. И как сделать это в достаточно большом количестве? Можно, конечно, ходить и оценивать весь день подряд профили людей, оценивать, писать комментарии, тратить на это свое время. Но, как вы понимаете, можно в итоге очень сильно утомиться, ни у кого столько времени нету, но и в конце концов не всегда эффект вас в итоге обрадует, потому что для хорошего эффекта нужно делать это в десятки, сотни, даже тысячи раз чаще, больше и быстрее. И вот программный комплекс, который мы сегодня наконец запускаем в работу, это платформа X-Web Human Эмулятор, которая с помощью различных скриптов умеет делать практически все. Можете это сравнить. У кого есть смартфоны, тот знает, что есть смартфон как платформа, а есть App Store или Google Play, это магазин приложений, в котором сторонние разработчики разрабатывают огромное количество всяких разных приложений на любой случай жизни. То есть фактически X-Web Human Эмулятор это то же самое. Это платформа, то есть это ваш смартфон, и к нему можно загружать огромное количество различных скриптов, которые позволяют автоматизировать ваши действия по самым различным методикам. В нашем случае это будет методика вот та самая, которую мы с вами рассмотрели, это поиск людей в социальной сети одноклассники, это одна из методик, конечно же, поиск людей в социальной сети одноклассники по определенным параметрам, находящихся онлайн в различных городах, и настройка программы таким образом, чтобы она в фоновом режиме, в то время, когда вы находитесь, может быть, даже не у компьютера, или находясь у компьютера занимаетесь своими другими делами, не обращая внимания на то, что в этот момент делает программа, а она будет делать циклично одни и те же действия, простые, она будет задавать параметры поиска, получать от одноклассников результаты этого поиска, и проходиться по всем профилям, просматривать фотографии, в определенном случаях ставить класс, в определенных случаях оценивать на 5 с плюсом или 5, ну, как вы зададите, писать различные комментарии, причем не одинаковые, конечно же, а самые-самые разные, которые мы для вас уже приготовили, ну, и вы, в общем-то, тоже сможете этим управлять, и делать это безустанно, но не как какой-то простой бот, а с очень умным запрограммированным тайм-лимитом, так, чтобы и движение мышки, и время принятия реакции на то или иное действие, они всегда будут разные, то есть, не как автомат туда-сюда, туда-сюда, да, а каждый раз, как человек, в разной последовательности с разным временным лимитом, разные действия выполняет в разный момент времени, и пишет точно так же от руки, не копирует, прокручивает, то есть, социальные сети не могут понять, что это делаете не вы, ну, если только вы не зададите какой-нибудь сумасшедший быстрый режим работы, в котором просто-напросто человек не может существовать, вот, и, соответственно, вот пока вы занимаетесь своей привычной работой, ну, представьте, что вот то, что вы делали последний месяц, параллельно с вами работала бы вот эта программа каждый день, да, то есть, вы представляете, сколько дополнительно посетителей своего профиля вы бы получили, и, наверное, понимаете, что у вас возникло бы огромное количество новых друзей, которые сами, скорее всего, узнавали бы у вас о том, чем вы занимаетесь, что это такое за интересная программа Гоуклайн, а правда ли это работает, а как это работает, и становились бы вашими партнерами, а вы, в свою очередь, могли бы им сказать, какой простой методикой вы добиваетесь результата, да, и посоветовал этим своим партнерам точно так же установку программы хоман-эмулятор, в одной из нескольких методиках, которые, кстати, у нас, я думаю, через месяцок будет огромное количество уже самых разных для разных соцсетей, и не по одной, наверное, для каждой соцсети, вот, вы просто дадите людям шаблон дублицирования, в котором они с удовольствием присоединятся в вашу партнерскую структуру, и начнут приносить и пользу благотворительному фонду всем миром, привлекая пожертвования благотворительные и себе, и в том числе и вам. Ну и вот, недели три мы, наверное, уже тестируем эту программу, создаем удобный раздел для вас, он на сегодняшний день готов, прямо вот сейчас, в данный момент, последние тесты проводятся, исправляются некоторые недочеты, и после конференции, я думаю, что уже можно будет войти в этот раздел, он будет находиться в разделе услуги, называться он так и будет, Human Emulator, не промажете, думаю, что и бенрочек появится в душе время, и самое приятное то, что, поскольку компания Gold Client является для других производителей, конечно, это не наш продукт, собственно, это продукт сторонних производителей, компания Human Emulator, одноименный, вот мы, поскольку выступая таким крупным оптовым продавцом в глазах этих производителей, мы сумели договориться на эксклюзивные цены для наших участников, и эти цены практически в 4 раза дешевле, чем на официальном сайте Human Emulator. Но вы сами понимаете, что эта программа несет в себе огромный потенциал, причем может использоваться абсолютно разносторонне, и не обязательно только для системы Gold Client, и в любом другом сетевом бизнесе, и вообще даже не в сетевом бизнесе, просто для рекламы технических услуг, для информирования, для привлечения внимания, то есть огромный потенциал, и вот цена, конечно, такой программы не маленькая, но для нас с вами она будет подъемная, это 95 долларов пожизненная лицензия на один компьютер. То, что входит в стоимость, это описано у нас с вами, не буду сейчас заострять на этого внимания, но все скрипты у нас будут бесплатно, то есть вы один раз покупаете саму программу, на один компьютер одна лицензия, можете купить несколько лицензий, показываю вам, как будет выглядеть это у вас в кабинете, пока я тестировал, у меня тут целых 4 лицензии набралось, можно покупать их неограниченно, можно покупать для себя, можно покупать для своих партнеров, если вам так сильно хочется, но есть еще один момент, будет у нас с вами и личная мотивация к тому, чтобы ваши партнеры имели эту программу у себя в арсенале, это будет некоторая внутренняя партнерская программа, благодаря которой каждый раз, когда ваши личные партнеры будут приобретать лицензии, вы будете получать приятное награждение в размере 5 долларов, небольшое, но все-таки согласитесь, 5 долларов достойно один из переводов в ваш адрес. Кроме того, такая программка наверное по эксклюзивным условиям также будет служить дополнительным поводом для приглашения тех или иных партнеров в ваш бизнес-системе GoLine, в вашу команду, потому что за такую цену конечно нигде больше эту программку взять невозможно. Здесь же у вас будет ссылочка на инструкции, здесь же у вас будет ссылочка на методики и скрипты, которые бесплатно предоставляться будут для наших участников, которые активировали свою программку. сегодня уже инструкции готовы. На самом деле процесс активации немножечко замудренный у human-эмулятора, поэтому мы наглядно в скриншотах вам это все показали. Не будете сейчас не буду ничего вам показывать. Это всего лишь фрагменты из текстовой инструкции, которую вы сами сможете изучить, когда вам это понадобится. После оплаты программки ваша оплата будет принята, вы получите 24 часа на то, чтобы не вы получите, а продавец получит ваш перевод и через 24 часа или может быть быстрее в течение суток вы получите на свой email логин и пароль для доступа к панели управления лицензией. Ну и воспользовавшись инструкцией сможете установить программку, скачать скрипт в соответствующем разделе нашего сайта, доступ к которому кстати будет открыт только для тех, у кого активирована программа. И все сможете прямо сегодня. Если сегодня у нас будет уже открыт продажа, то прямо сегодня сможете даже начинать работать. В среду я думаю, что Алексей Иванов проведет у нас подробную школу еще разочек по тому, как рекомендовано работать, как рекомендовано оформлять свои профили, какие нюансы есть при работе с программой, ну и все в этом роде по методике одноклассники. А может быть у нас что-то появится еще одна методика и ее тоже мы будем описывать. Вот такие в общем-то новости. кстати, что касается инструкции, я повторю тему прошлой конференции немножечко. С инструкциями сразу после аккумулятора техники у нас продолжают работу. Это вот такая вот быстрая быстрая доступ к инструкциям по конкретному разделу. В данном случае это раздел регистрации. У нас уже накоплен большой объем инструкций осталось только лишь их донести до тех, кому они нужны. Будет быстрый доступ, невозможно будет не заметить инструкцию, это будет инструкция по регистрации, по привязке кошелька, по оказанию помощи, по работе в личном кабинете, по активации личного сайта, по разделу транзакции, по заполнению профиля, по работе с хоманимулятором. Короче говоря, все, что можно описать, все, что представляет какую-либо маломальскую сложность, мы будем описывать инструкциями и в видео формате, и в текстовом формате оно будет здесь появляться. Ну, и кроме того, будет дублироваться всегда на сайте вот таким вот ярлычком заметным, в котором одновременно будет собраны и видео, и текстовые инструкции, и в то же время можно будет всегда обратиться в службу поддержки прямо напрямую отсюда, выбрав соответствующий отдел, общую техническую финансовую службу, может быть, администрацию, и написать свой вопрос. Ну, соответственно, к упрощению мы с вами стремимся. И вот такое еще решение было озвучено на прошлой конференции, оно в силе, то, что все наши официальные сообщества в соцсетях, они будут вынесены на главную страницу подвала, будут находиться вот эти ссылочки, то, что сегодня у нас доступно только после регистрации, вот, но мы меняем свое мнение, соответственно, хотим быть ближе открытия к людям, нет никакого смысла здесь держать это по таким-то грифам секретности, поэтому судите, будьте активнее и скоро вас партнеры начнут сами находить. Ну, и еще один момент, тоже в данный момент тестируется, как я и говорил, для того, чтобы нам обеспечить беспрепятственное пользование сервисом нашим и участие активное зарубежных партнеров, с Пайпала будет это дело все на счету и дополнительными различными способами оплаты будет дополнено. Без ухода с сайта онлайн с помощью обменного сервиса внутреннего мы сможем производить пополнение кошельков через удобные для зарубежных граждан способы оплаты. То, что сегодня представляет проблемку, потому, что не все понимают, что это пин-коды, как, куда, зачем, почему не оплатить напрямую, теперь будут понимать, потому, что это будет обменный сервис, а с обменным сервисом знакомы все. Ну и вот с такой картиночкой я думаю, что будем все чаще и чаще встречаться и не только на общем лайф-мониторе, но и на вашем частном в разделе структуре каждый раз будет наблюдать такую приятную картиночку и множество переводов из разных стран. На этой приятной нотке мы с вами перейдем к ответам на вопросы. 10 минут у нас для этого есть. Я включаю чат, вы можете формулировать и писать свои вопросы. Преимущественно, конечно, хотелось бы по теме сегодняшней конференции. Можно и сопутствующий. Роман, будет ли уведомление о продлении личного сайта? Да, Роман, будет у нас доработано продление, но не знаю насчет уведомлений, я думаю, да, сделаем. То есть у нас первые личные сайты начали где-то в мае месяце прошлого года регистрироваться и вот сегодня уже скоро подходит через месяц этот срок либо соответственно если вы хотите продолжать пользоваться тем доменом, который зарегистрировали, а большинство хотят, конечно, потому что этот домен размещен много где в интернете, будет возможность его продлить. Если не хотят, могут не продлять, могут зарегистрировать новый какой-то и так далее. Да, это будет доработно. Вопрос по XWeb. После шести месяцев бесплатных обновлений что произойдет? на самом деле, Роман, я думаю, что ничего не произойдет особо страшного, это производители всегда так пишут, но вот хорошие вопросы задали, я его уточню в администрации коммунамулятора, потому что вы меня сами поставили в тупик эти вопросы. Я на самом деле думаю, что обновления они бесплатные будут всегда. Что за ну не знаю я, ДНР, что там у нас за телефонный экскордер, наверное, нас прослушивают, и сам Барак Обама, Обама, да, зашел к нам на конференцию с телефонов сразу. Мы применим санкции, да, и удалим. Еще вопросики, пожалуйста, думаю, что они должны у вас быть. вопросов не вижу. Правда, что деньги получаешь один раз, потом снова надо регистрироваться. Нет, неправда, Надежда, не знаю, откуда у вас какая-то информация. На сайте, по-моему, сказано совсем по-другому, да, то, что вы наоборот, один раз всего лишь регистрируетесь, а деньги можете получать сколько угодно раз. Будут ли первые опылисты разгрыши с Goldline? Ну, так мы вам и сказали, Даня. заходите завтра. Хочу активироваться по-новой с новым спонсором. Что делать со старым профилем? Срок истек в службе поддержки молчит. Александр, на самом деле, я думаю, что служба поддержки не молчит, вы просто папочку спам понимаете почаще, потому что иногда попадают письма ответы службе поддержки папку спам, особенно на Майлру. Вот, я вам скажу, что можно действительно удалить свой предыдущий профиль и зарегистрироваться заново. Это не запрещается. Вот, однако вам действительно нужно его удалить. Для этого сроки поддержки написать надо приложить желательно сразу же скан вашего паспорта для того, чтобы вас по второму потом не просили это сделать. Ну, потому что сами понимаете, написать просьбу об удалении может любой сказать удалить аккаунт Александра. Конечно, администрация не будет просто так по письму учить аккаунт удалять. На почту пришло сообщение запин 5 долг что непонятно ли, что вам там пришло на почту конкретно. На самом деле я думаю, что вам просто нужно прочитать это сообщение внимательно и в нем русским языком все написано. Попробуйте это сделать, думаю, найдете свой ответ. так, ну что ж, друзья, давайте еще ждать у вас вопросик и если их не будем сгубляться уже. пин-коды начали активно продавать, так как до сгорания остались считанные меньше 7? Не понял к чему был этот вопрос? Может быть кто-то и начал? Ну, в общем-то об этом я сегодня на конференции говорю. Понятно или нет? Так, окей, вопросов не вижу. В таком случае на данный момент это все. Завершаем конференцию. Следующая у нас конференция в среду и пятницу, в среду будет школа, приходите и, конечно, посещайте наши группы в соцсетях, наш форум, там у нас будут точно так же ответы на все ваши вопросы, которые вы зададите. На этом всех благодарю за оказанное внимание и желаю огромных успехов. До скорости и друзья. Продолжение следует...